Мы уже неоднократно рассказывали о том, что на протяжении трехлетних месяцев юные футболисты Кубани сражаются за звание чемпиона турнира на Кубок Губернатора. Наши корреспонденты вместе с болельщиками, одноклассниками, родителями пристально следят за развитием игр. Об очередных футбольных баталиях в репортаже моих коллег. Футбол – это, безусловно, вид спорта номер один. Еще с малых лет многие мальчишки гоняют мяч во дворе и мечтают стать похожими на своих кумиров, лучших игроков российских и мировых клубов. На футбольном поле ребята объединяются в команды, а со временем принимают участие в различных соревнованиях. Таких, как, например, турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Краснодарского края. 25 июля на базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» прошла последняя игра зональных соревнований. На поле вышли команды старшей возрастной группы. Собравшихся поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа и представитель Министерства физкультуры и спорта Краснодарского края Игнат Абрамов. Они поблагодарили юных игроков за интерес к футболу и пожелали им честной борьбы и победы. Позвольте вас поздравить с открытием очередного этапа всеклубанского турнира по футболу на Кубок Губернатора Краснодарского края. Позвольте пожелать вам, чтобы каждая команда сегодня показала свою лучшую игру. Ну и пусть победит сильнейший. Удачи вам! Те, кто участвует в зональном этапе соревнований, уже одержали победу в этапе муниципальном, но на достигнутом останавливаться не собираются. Эти соревнования для меня значат очень многое. То есть выиграть и поехать в город на соревнования, где команда еще лучше, показать себя. После окончания торжественной части был дан старт началу матчей. За выход в финал боролись восемь команд. Было заметно, как сосредоточенно играли ребята, с каким рвением они бросались к мячу, пытаясь забить гол в ворота противника. Ведь каждый из них приехал в Славянск-на-Кубани с твердым намерением победить. Но кому это удастся сделать, станет известно только в конце недели. Матчи будут проходить в течение четырех дней. По их итогам и определится команда, которая представит свою зону на краевом чемпионате. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».